Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Продолжаем чтение книги «Песнь-песни Соломона» для библейского портала «Экзегет». Сегодня я прочитаю первую главу. Сначала цельно, а потом некоторые размышления. Я читаю по синодальному, традиционному для читателя нашей церкви переводу. Будем восхищаться и радоваться тобою, превозносить ласки твои больше, нежели вино. Достойно любят тебя. «Черри иерусалимские, черная, но красивая, как шатрыки дарские, как завесы Соломоновых. Не смотрите на меня, что я смогла, ибо солнце опалило меня, сыновья матери моей разгневались на меня, поставили меня стеречь виноградники, моего собственного виноградника я не стерегла. «Скажи мне ты, которая любит душа моя, где пасешь ты, где отдыхаешь полне? К чему мне быть скиталицею возле стад товарищей твоих? Если ты не знаешь этого, прекраснейшая из женщин, то иди себе по следам овец и паси козлят твоих подле шатров пастушеских. Кобылицы мои в колеснице фараоновой, я уподобил тебя, возлюбленная моя. Прекрасно ланита твои под подвесками, шея твоя во жерельях, золотые подвески мы сделаем тебе серебряными блестками. Доколе царь был за столом своим, нарт мой издавал благовоние свое. Мировый пучок, возлюбленный мой, у меня, у груди моих пребывает. Как кисть кипера, возлюбленный мой, у меня в виноградниках энгетских. О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна, глаза твои голубинные. О, ты прекрасен, возлюбленный мой, и любезен, и ложа у нас зелень. Кровли домов наших – кедры, потолки наши – кипарисы. Вот первая глава. Как мы уже в прошлый раз обозначили, мы берем основное восприятие христианской церкви, восприятие песни-песни, как гимн любви Христа и церкви, или персонально, личностно, Бога и души. В основном мы придерживаемся толкований Регена, Ипполита Римского, и главное – это Григория Низского и блаженного Феодорита Кирского. «Да лобзает он меня лобзанием уст своих». Невеста, она желает этого, она ждет этого, но этого еще не было. «Доколе ты будешь говорить с нами через пророков? Доколе ты будешь говорить с нами через закон? Доколе ты будешь являть нам свои чудеса? Когда же ты придешь к нам сам?» Невеста уже не хочет читать прекрасные гимны и поэмы о любви. Она уже хочет, чтобы к ней пришел возлюбленный. Евангелие от Луки говорит о чающих утехи Израилевой. «Душа жаждет этой встречи». Лобзание или целование – это слово «целое» в славянской речи. То есть, когда двое становится одно. Душа человека, она уже хочет стать одним с Богом. Она уже не удовлетворяется тем, что Бог на небесах, а мы здесь. Даже если Он нас слышит, помогает. Хочется соединиться с Ним. Бог долготерпелив, многомилостив, но хочется лобзания Божия, хочется Его прикосновения и объятия. «Ибо ласки Твои лучше вина». Такой прием использовался переводчиками, когда иногда острота текста оригинала, слово оригинала или выражения сглаживалась ради некой немощи читателей и слушателей. То, что здесь переведено словом «ласки», уже в славянском переводе, этого сглаживания нет. Здесь говорится о сосцах, ибо сосцы Твои лучше вина. Сосцы источают млеко, молоко, чистое словесное молоко, как говорит святой апостол Павел, которое питает младенцев. Вино его испевает уже человек совершенный, взрослый. «Сосцы Твои лучше вина» — это имеется в виду, что словесное молоко, ну, скажем так, Детская Библия, закон Божий для начинающих, гораздо выше вина Платона и Аристотеля, Гигеля и Канта, то есть величайших мыслителей человечества. «От благовония мастей Твоих, имя Твое как разлитое мира» — благовония мастей. У нас пять органов чувств, всем известны хорошо. Есть книги чисто словесные, а есть, например, «Пророк Захарий» или «Апокалипсис», которые иногда думают, что лучше это все в видеоизображении. Это какие-то зрительные книги, там все на образах. И как уже издавна было замечено, «Песнь песней» — это ароматическая книга. Главный орган восприятия этой книги — это обоняние. Здесь очень много об ароматах. Тем более народы Востока, они имели утонченное и где-то даже изощренное восприятие ароматов. Наш нордический характер, он менее чувствителен к ароматической области восприятия. «Благовония мастей твоих» — это дарование Святого Духа, это жизнь в Духе Святом. И апостол Павел говорит, что вы благоухание Христово. И вот это благоухание — это и есть основное видимое, образное восприятие действия Святого Духа, действия крестящего Святым Духом, а это Христос. «Имя твое, как разлитое мира». Ну, действительно, если мира в сосуде, то аромат его никто не слышит. Сосуд надо разбить. В Евангелии есть такое событие, когда Иисус, находясь в доме Симона Прокоженного, накануне своих крестных страданий, вместе с своими учениками видит некую женщину, которая пришла с драгоценным нардом, она разбивает сосуд, и комната наполняется благоуханием. «Имя твое, как разлитое мира». Отцы размышляют так, что если бы Христос не был разлит, то есть не претерпел мучения и смертную казнь, то все это мир так и осталось бы в нем. И имя Христово, оно бы не распространилось. А вот когда его казнили, когда его распяли, вот тогда эта мира разлилась. И имя Христово своим ароматом наполнило весь мир. Иисус и скажет о той женщине. «Не утруждайте ее, она это сделала, приготовляя тело мое к погребению». Имя Иисус, как разлитое мира. Ведь и на высших уровнях христианской духовности Иисусова молитва, когда уже умолкает все, уже даже не читается псалтирь, уже не произносится молитва слове, а Духом Святым самодвижно звучит имя Иисуса. Но и в самом начале, как апостол Петр говорит, на вопрос, что нам делать, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа. Имя Иисус, вот оно теперь разливается во всей Вселенной. И этот запах, который наполняет собой все, он, как апостол Павел, говорит, для одних запах смертоносный, а для них, для других, запах животворящий. Поэтому девицы любят тебя. В песне-песне есть суламита или суламифь, буду говорить по традиционной русской лексике, суламифь, и девицы или черри иерусалимские. Это можно сравнить так. Девица, невеста, она совершенная. В свадебных обрядах, в общем-то, всех народов, оно и сейчас так, есть невеста, а ее окружают девы, девицы, подруги. Это совершенная христианская душа, которая уже готовится ступить в брачный чертог. И те, кто еще до этого не дошли, не доросли, но они уже вокруг девицы, то есть малый и совершенный духовный возраст. И девицы любят тебя. «Влеки меня, мы побежим за тобою». Девица не может сама побежать за женихом. Жених должен увлечь ее за собою. Это глубинное основание того, что с нами происходит. «Никто не придет ко мне, — говорит Иисус, — если не привлечет его Отец. «Влеки меня, и мы побежим за тобою». Сколько бы нас не воспитывали, не наставляли, а при каких-то условиях, может быть, даже и понуждали быть христианами, это не то. А вот когда душа увлечется, а увлечется, когда он увлечет, «Влеки меня, мы побежим за тобою». «Царь ввел меня в чертоги свои». Это святой святых. Жених вводит в свой чертог невесту. И там они могут быть вместе. Там они один на один. Там душа со Христом, с Богом. Там церковь с своим возлюбленным, с женихом церковным. «Царь ввел меня в чертоги свои». А девицы, которые вокруг, они не вошли в чертог. Они вокруг чертога, но они радуются. Будем радоваться. Будем восхищаться тобою. «И превозносить ласки твои, сосцы твои, больше, нежели вино». Мы уже этот смысл раскрыли. Достойно любят тебя. Все дышит ароматом любви. Это нежность, юности, которая пробуждается. В детстве эти чувства спят. В утроческие годы они просыпаются. И вот, наконец, они находят. Или лучше, он находит ее. Теперь сама невеста обращается к девицам. «Черри иерусалимские. Черная, но красиво». Как размышляют и Григорий, и Феодорит, и другие. Черная, потому что меня опалил этот мир. Я была в мире, который лежит во зле. Я согрешила. Но теперь я красива, когда меня позвал Христос. И я оставил этот мир. И теперь Он Сам, воплотившись, лобызает меня. Теперь я с Ним. Я удостоена этой красоты. Сопоставление. Черна, как шатры кидарские. Красиво, как завесы Соломоновы. Шатры кидарские – это северно-аравийское племя. У них шатры. Они были черного цвета. Это слово означает черноту. Шатры кидарские – это наша жизнь в миру. А теперь мы вводимся за завесы Соломоновы, которые белы, прекрасны и божественны. Не смотрите на меня, что я смогла. Ибо солнце опалило меня. И действительно, верные Христовы, они опалены грехом в этом мире. Они смуглы. Сыновья матери моей разгневались на меня, поставили меня стеречь в винограднике. Моего собственного виноградника я не стерегла. То есть, когда я находился в миру, то сыновья матери, кто угодно – это мои мирские друзья, это мое мирское начальство, это мои мирские авторитеты, философы, ученые, учителя и так далее. Они поставили меня стеречь в свои виноградники. Я увлекался чем угодно – развлечениями, вином, танцами, философией. И в порочном смысле, и даже и в непорочном, а очень таком возвышенном. Но все-таки, собственно, виноградника я не стерегла, то есть, собственного сердца. Я постиг премудрость этого мира, его знания, его науку. Но я не стерег виноградника своей души. И тоскует душа человека. Если весь мир обрел, а душе своей повредит, то не стоит этого. И вот душа, которая обрела весь мир, у каждого это своя мера, она тоскует, она скучает. Скажи мне, ты, которую любит душа моя, где пасешь ты? Где же ты? Потому что все это я обрел, но оно не напитало меня. Оно не окрылило меня. И все-таки это не то. А где ты? Я не знаю. Где ты отдыхаешь полдень? Полдень — это зенит. Дойдя до жизни середины, я понял, что запутался в сумрачном лесу. Где же ты? Я дошел уже до вершин того, что я могу достичь жизни. Но где ты? Где ты отдыхаешь полдень? К чему? Сколько еще мне быть с киталицей возле ста товарищей твоих? Я и там был, и там был, и тем занимался, и этим занимался. А где ты? И дальше некая ирония, почти насмешка. Если ты не знаешь этого прекраснейшей женщин, то иди себе по следам овец и пасли козлят твоих подле шатров пастушеских. То есть, если ты не знаешь, где Бог, если ты не знаешь, где то, чего жаждет твоя душа, так, значит, еще не нахлебался, значит, еще не исчерпался. Ну, иди себе туда, где и был. Пасли и дальше подле шатров пастушеских. Ходи по следам всех тех овец. Вступает в речь жених. Он воспевает ее. Кобылицы мои в колеснице фараоновой, я уподобил тебя, возлюбленная моя. Здесь всегда хочется найти аналогию с колесницей фараоновой в связи с исходом Израиля из Египта. И некоторые отцы это делают. Здесь это будет сложно, потому что там колесница фараонова, она в отрицательном значении. Это сила, преследующая Божий народ и не выпускающая его из Египта, то есть из греховного мира. А здесь это описание язвенно идет с положительным знаком, с восторгом, с восхищением. Таким образом, к тому событию, может быть, меньше всего следует привязывать эти слова поэта библейского. «Кобылица моя в колеснице фараоновой, я уподобил тебя, возлюбленная моя». Понятно, что кобылица в колеснице фараоновой – это было очень красиво. Это было прекрасно. Таким образом, здесь берется не то отрицательное значение, а берется положительная красота, высочайшая. Кстати, если на то пошло, Соломон взял себе в жены египтянку. И если эта песня имеет к Соломону в плане авторском некое отношение, то не исключено, что тут какие-то ассоциации Соломона с этой своей невестой из Египта. Ну, об этом можно только думать, гадать. А для нас важен вот этот образ колесницы. Колесница, она изображается и у Езекииля. Она – это божественная колесница, и Церковь, как божественная колесница, которая обходит с благовестием этот мир. Она прекрасна, она могуча, как колесница фараонова, и она объезжает, просвещая этот мир. Прекрасные ланиты твои под подвесками, шея твоя во жерельях, золотые подвески твоей, серьги, мы сделаем тебе серебряными блесками. Все эти образы – это образы красоты. Душа человека прекрасна, когда она в Боге. Когда Господь сотворил человека, то он сам сказал, и было весьма хорошо. И вот эта красота духовных дарований, ланиты – это образ целомудренной стыдливости девицы, ее чистоты, ее непорочности. Шея – церковь, это столб утверждений истины, это ее мощь. А жерелье – это красота даров Духа Святаго. Злато – это величие Царства Небесного. «Да коли царь был за столом своим, нарт мой издавал благовоние свое». Опять некая аналогия может быть проведена с тем событием, когда Иисус был в доме Симона Прокоженного, а женщина излила на него драгоценное миро, или нарт. «Да коли царь за столом», то есть идет Царство Божие – это трапеза. Как и у нас сейчас литургия – это наша трапеза, это Царство Бога. И вот пока царь с нами за столом, то наш нарт издает благовоние свое. А когда уходит, тогда нет. Без Христа никакого благоухания Святого Духа. «Мировый почук возлюбленную меня» Смотрите, какой прекрасный образ. У грудей моих пребывает. То есть здесь, у груди невесты, ее возлюбленный – Христос. Сердце – это жилище Господа. Сердечная молитва – это наилучшая из христианской молитвы. Мира – опять образ Святого Духа, благоухания. И возлюбленный у грудей моих пребывает. И одновременно мира – это та масть горького привкуса, которую мощали покойников. Апостол говорит, мы пропоедуем Христа, и притом распятого. То есть не просто Христос, а распятый Христос. Не случайно здесь, у грудей наших, мы носим крестик. Как кисть кипера, возлюбленный мой, у меня в виноградниках ингейских. Кипер – это растение, оно возбуждает любовное чувство в человеке. Так думали древние. И вот возлюбленный, он воспламеняет любовь в сердце души человеческой. Он воспламеняет ее в церкви своей. Виноградники ингецкие – это оазис на берегу Мертвого моря. Вокруг все безжизненное. И море мертвое, и пустыня вокруг мертвая. Но оазис. И вот этот оазис, он цветет. И церковь – это оазис в пустыне этого мира. И душа христианская, в которой у груди, в сердце Христос – это энгецкий оазис в этом мире. О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна, глаза твои голубинные. Христос восхищается красотой церкви. Христос восхищается красотой души, возлюбившей его. Глаза твои голубинные. Голубь – это птица мира, вспоминаем Ноеву голубицу. И голубь – это символ целомудрия. Голубь и голубица живут парно в течение всей своей жизни. То есть чистота и целомудрия – благоухание непорочности. Песня взаимная. «О, ты прекрасен, возлюбленный мой, и любезен, и ложь у нас зелень». Зелень – это жизнь. Там, где душа сочетается со Христом, этот одр – это одр жизни. Христос говорит, аз есмь путь истинной – жизнь. Он животворящий. И ложи у нас зелень животворящая. Кровли домов наших, там, где мы с тобой живем, кедры, а потолки кипарисы. Кедр ливанский – это символ величия и нетления. А кипарис, темно-зеленый, он напоминает смертную печаль, и одновременно кипарис нетленный. Таким образом, дом, в котором душа сочетается своим небесным женихом – это кедры, это божественное величие. И это кипарис – это некая печаль, что сейчас, как у Державина говорится, что наше божественное должно облечься в смертное, чтобы войти в бессмертие. То есть, это смертная печаль, которая, однако, нетленна, то есть, ведет в жизнь и в жизнь вечную. Усматривается и христианский образ из предания, что сам крест Христов – кедр, кипарис и певк. И таким образом, вот наш дом, где мы сочетаемся со Христом – это кедры и кипарисы – Божье величие и нетление, перед которым бессильна смерть. Субтитры создавал DimaTorzok